Сегодня обсудим, как быть крутым и выглядеть стильно в жаркую погоду. Совет номер один. Тусоваться в тени. Отлично, капитан Очевидность. Расскажи лучше то, чего я не знаю. Но так многие из вас, ребята, работают или гуляют по городу и совершенно не берегут голову. У вас нет никакой защиты для вашего тела, лица. Просто наденьте шляпу. Вот эта шляпа. Она не супер стильная, но если я рыбачу или иду через лес, она вполне пригодна. Вот эта шляпа, она более стильная. Вы видели ее в некоторых моих видео. Возможно найти более широкие поля или выбрать хорошенькую панаму. Совет номер два. Охладите ваши ноги. Я люблю ботинки, но в жаркую погоду... Эх, тяжелые ботинки, которые покрывают большую часть ноги, не самый лучший выбор. Если же вам, конечно, не надо в них работать. Но в большинстве случаев есть другие варианты. Можно надеть двойные монки с невидимыми носками. Будет гораздо удобнее, чем надеть ботинки. Можно также надеть лоферы. Верхняя часть ноги будет открытой. Посмотрите на эти классические пенни лоферы. Они очень стильные и подойдут под кэжуал костюм. Они открывают верхнюю часть ноги. Их надо носить с невидимыми носками. Позволяют воздуху проходить по ноге. В жаркую погоду лучше носить ту обувь, в которой ваши ноги будут дышать. Третий совет. Прокачайте ваше нижнее белье. Давайте честно, многие из вас не тратят много денег и времени, выбирая себе нижнее белье. Потому что то, что у вас есть, и так подходит. Возможно, оно вам не по размеру. Может, оно хлопковое и совсем не тянется. И ощущается, как шероховатая бумага. Но зато оно выполняет свою функцию. Когда оно перестает справляться, вы начинаете потеть, преть. И возникает раздражение. Вы начинаете думать, что пора пойти к врачу. У вас там все красное внизу. Ребята, не доводите себя до этого. Берите белье по размеру. Выбирайте ткань, которая будет выводить пот наружу. Она будет стойкой к влаге. Это будет намного лучше по ощущениям. Давайте теперь перейдем к одежде. Поговорим про рубашки, пиджаки и куртки. Про брюки, про жилетки. Существует очень много вариантов, когда жарко. Я понимаю, что вы хотите выглядеть хорошо, но когда на улице аномально жарко, то возможно стоит пойти на компромисс. И об этом я сейчас расскажу. Когда речь заходит о шортах, мне кажется, что их переоценивают. Я люблю шорты, но лучше избегать рабочие шорты. А лучше присмотреть себе более изящные на вид и, конечно же, подходящие по размеру. Если вы невысокого роста, то 12-14 сантиметров длина шва от промежности вполне подойдет. Если вы высокий парень, то 20-23 сантиметра будет вполне достаточно. Когда речь заходит о футболках, вот у меня тут есть футболка с графикой. Но на что стоит обратить внимание, так это на различные типы материалов. 100% хлопок это отлично, но в нем не будет так же прохладно, как в футболках из ткани различного состава. Эта футболка сделана из микса. 65% бамбук, 28 хлопок, 8 спандекс. Я очень люблю бамбук. Мне кажется, это один из самых крутых материалов. Он обладает способностью впитывать влагу, также он хорошо противостоит запахам. Но есть и другие материалы, в которых больше синтетики. Эта футболка, она на самом деле не футболка. Это следующий уровень. Что мне нравится в ней, она ситцевого плетения. Это позволяет ей дышать. Ветер спокойно проходит сквозь нее. Это хлопковый материал, очень легкий. По мне так она более стильная, чем футболка. Еще две опции, которые вы можете видеть, это поло. Эти поло могут выглядеть похоже, но на самом деле они очень разные. Вот это вот поло для гольфа. Как я это знаю? Посмотрите на воротник. Посмотрите, какой глубокий вырез. 4-5 пуговиц, это будет поло для гольфа. Карман на груди, это знак, что это для гольфа. Но это поло очень похожего дизайна. Очень классическое. Это исходит от игры в теннис. Но сейчас их все называют поло. Исторически, они произошли из тенниса. Их первым создателем считается Ренелла Кост. Если взглянуть на нее, то у нее очень простой дизайн. Плетение у нее хлопковый горошек, из-за чего она хорошо дышит. Переходим к длинным рукавам. Если вы посмотрите на эту рубашку, что вы можете заметить? Не хватает воротника. Так что это будет очень кэжуал рубашка. Несмотря на то, что у нее длинные рукава. Этот дизайн происходит из Индии. Я могу надеть ее, если на улице много комаров. Или если я хочу хорошо выглядеть на пляже. Далее. У меня есть две рубашки. Обе в легкую клеточку. Это будет немного темнее, но что интересно, эта рубашка сделана из стопроцентного хлопка. А вот эта из синтетических материалов. Она сделана специально впитывающей влагу. Поэтому, если вы часто носите рубашки и обильно потеете, тогда присмотритесь к брендам, которые делают рубашки специально для жарких условий. У этой даже есть небольшое отверстие в области подмышек. Так что она более проветриваемая. Также она тянется. Такие мелочи делают рубашку более комфортной, чем вот эта хлопковая рубашка. Она отличная, но когда жарко, я бы выбрал эту рубашку, которая предназначена специально для такой погоды. Давайте рассмотрим льяные рубашки. У этих рубашек есть одна проблема. Они мнутся. Но если вы можете это принять, тогда вы получите большое преимущество. Они отлично пропускают воздух и могут с легкостью выводить влагу. Эта рубашка 100% лен. Немного темная и выглядит хорошо. Вот эта рубашка. Я ее обожаю. Это микс из льна и хлопка. Если вы такую можете найти, то это стоящий вариант. Этот микс включает в себя все прелести хлопка. Он меньше мнется, чем чисто льяная рубашка, а также обладает приятными качествами льна, как проветривание и впитывание влаги. В конце давайте рассмотрим пиджаки. Этот пиджак однослойный. Это означает, что у него нет подкладки, а только верхняя ткань. Это делает его немного хрупким, но зато в нем прохладнее. Этот пиджак сделан из мешковатой ткани. Этот пиджак выполнен изо льна. Имеет те же проблемы со складками. Обратите внимание на карманные платки. Они позволяют заменить галстук, если вы не хотите надевать его, потому что в жаркую погоду это не так просто. Так что используйте платки, чтобы показать, что вы на стиле. Итак, господа, теперь ваша очередь. Хочу услышать от вас в комментариях, какие у вас есть советы и трюки, как быть в жаркую погоду, чтобы не запреть там внизу. Продолжение следует...